Всем привет! Это новости телепроекта Дом-2 на 6 дней раньше эфира. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новое видео. Мария Кахно решила поделиться некоторыми подробностями отношений своей подруги Майи Донцовой и Алексея Купина. Лёша с Майей постоянно ссорятся. Лично я считаю, что он слишком к ней придирается. Раньше я думала, что виновата больше Майя, но понаблюдав за их отношениями, я поняла, что Лёша тиран. Маша постоянно извиняется перед ним, а он начинает себя чувствовать королём, особенно когда его начали поддерживать ребята и когда он купил машину. В целом, то, что у них происходит – это притирка. Я думаю, что всё будет хорошо. Ни для кого не секрет, что у Дмитрия Дмитренко есть собственная недвижимость в Владивостоке. Молодой человек никогда не хвастался этим фактом, однако информация то и дело всплывала в эфирах. До определенного времени Ольга Рапунцель и не подозревала, что квартира Димы сдаётся в аренду, пока парень находился на телешоу. Однако после свадьбы девушка всерьёз озаботилась этим вопросом. По словам участников проекта «Всё время нахождения на Доме-2», Оля создавала себе образ обеспеченной леди, которая одевается только в дорогих магазинах и может позволить себе всё, что угодно. В данный момент этот миф полностью разоблачён, поэтому Рапунцель открыто претендует на недвижимость своего законного супруга. Напомню, что Оля и Дима не намерены возвращаться жить во Владивосток после ухода с телешоу. Очевидно, что рано или поздно ребятам придётся продать эту квартиру, чтобы приобрести новую в Москве. Вчера стало известно, что наши герои улетели в родной город. Вполне вероятно, чтобы подыскать покупателя на квартиру, ведь вопрос с возвращением на проект может решиться не в их пользу. Импульсивность бывшей участницы Виктории Романец, её склонность к обидам и эмоциональная неравновешенность – результат банального пьянства. Поводом для подобных обвинений стали фотографии Вики, выложенные в Инстаграм. Дело в том, что Виктория Романец всё чаще и чаще позирует в компании с бокалом вина. Сама того не замечая, девушка то и дело расслабляется при помощи алкогольных напитков, выставляя на показ эту свою слабость. Интернет-пользователи призвали Романец к порядку, напомнив, что ей требуется только признать свою зависимость. На очередном фото, на котором Виктория демонстрирует отсутствие целлюлита на своих ногах, в кадр опять попадает фужер с вином. Стало известно о том, что Никита Кузнецов и Дарина Маркина планируют свою свадьбу на весну. Немного новостей от бывших участников Кузина и Артемовой. Квартиру в Москве купили, Женю там прописали. Свадьба будет, но не в Греции, а в Москве. Саша не беременна, просто очень любит покушать. Женя её любит любой, даже толстой. Но к свадьбе девушка всё же надеется похудеть. Новенький Дима Талыбов на проект пришёл к Марии Кахно. Правда, отношения с девушкой с самого начала не заладились. Участники поспешили сделать вывод, что парень использовал Машу как проходной билет на телестройку. Но стали известны истинные причины прихода Талыбова на реалити-шоу. Оказывается, не так давно он расстался с девушкой, с которой прожил два года. Она старше парня на 6 лет и имеет трёхлетнюю дочку. Пара рассталась из-за измены со стороны возлюбленной. «Очень давно она изменила мне, после чего мы расстались. Прошло какое-то время, снова сошлись, но я не смог забыть о предательстве. Собрал волю в кулак и ушёл». «Самое обидное, что я её никогда не изменял. Хотя не буду врать, что до неё многие девушки изменяли своим парням со мной. Мне всё вернулось бумерангом», – делится Дима. Теперь становится понятно, судя по всему, истинная причина нахождения на проекте Талыбова – построить новые отношения на глазах у бывшей девушки. Многие зрители телепроекта уже не первый раз замечают, что Ольга Бузова проявляет симпатию к Владу Кадони. На ток-шоу в городских квартирах девушка пыталась прикоснуться к мужскому органу Владислава, бегала за ним и всячески флиртовала. Несмотря на то, что ничего серьёзного между ведущими пока нет, вполне вероятно, что в будущем они действительно могут стать парой. Судя по анонсу, на завтра зрителям предстоит увидеть, как Влад и Ольга развлекаются прямо в съёмочной студии городских квартир. В какой-то момент Кадони подхватил свою соведущую на руки и несколько раз присел вместе с ней. После этого парочка удалилась за кулисы, специально, не выключив микрофон. Там наши герои попытались озвучить волшебство, которого в действительности, конечно же, не было. Стоит отметить, что многие фанаты телепроекта считают, что Влад и Ольга могли бы на самом деле стать хорошей парой. Ребята неплохо смотрятся вместе и хорошо ладят друг с другом. В данный момент у Бузовой пока нет никаких серьёзных отношений, поэтому Кадони мог бы действительно попытать своё счастье с этой девушкой. Но вот незадача. У Влада уже есть женщина за периметром. Ну а само видео с Бузовой и Кадони вы можете посмотреть на стене в моей группе ВКонтакте. Ссылочка на группу есть в описании. На сегодня это все новости Дома 2. Смотрите предыдущие интересные видео на моём канале. Ставьте лайк и оставляйте комментарии.